Мир вам и радость от Господа, дорогие братья и сестры! С попраздностом Сретения Господня! Преподобного Исидора Пилосиотского, благоверного князя Георгия Всеволодовича Владимирского, преподобного Кирилла Новоизерского и всех чтимых святых сегодняшнего дня! Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему, и если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет «Каюсь!» Прости ему! И сказали апостолы Господу, «Умножь в нас веру!» Господь сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное!» И сказали смоковнице сей, «Исторгнись и пересадись в море!» То она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, в возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее, садись за стол!» Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать!» И, подпоясавшись, «Служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам!» Станет ли он благодарить раба всего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать!» Христианин должен следить за каждым своим поступком, даже словом и взглядом. Его жизнь влияет на все окружающее. Особенно это относится к священникам, а еще более – епископам Церкви Божией. За каждой мелочью у святителей все зорко следят. Но тут нужно остерегаться лицемерия, чтобы совне лишь не казаться добрыми и благочестивыми, а внутри быть исполненными лукавства и пороков. У католиков и других еретиков, так же, как и у древних еврейских книжников и фарисеев, считается в порядке вещей приемлемым в жизни лицемерие. Нет спора, что и православные служители Церкви Божией иногда грешат сильно, не меньше латинских ксензов. Но католики считают лицемерие принципом жизни, без коего нельзя будто бы обойтись, и это якобы нужно для вящей славы Божией. Как кощунственно они провозглашают о лицемерии. Православные пастыри, согрешив, каются открыто, свидетельствуют, что они поступили плохо. Трудись, христианин, над своей душой. Очищай ее многими слезами при помощи благодати Божией от грехов. Следи за своими делами и мыслями. Помни грозные слова спасителя мира. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Евангелие от Луки, глава 17, стих 1. Приложи нам веру. Что это за просьба апостолов к Господу, когда он высказал им об обязанности не взыскивать соскорбившего, а прощать его? Требование Господа прощать ближнему преступление его в случае его раскаяния показалось апостолам трудным в исполнении. Они почувствовали, что их вера слишком слаба для того, чтобы проявлять такую любовь к ближним, и что они нуждаются в усилении своей веры и потому просят Господа об этом. «Все прощения ближним, говорит епископ Михаил, это высокое торжество любви, это величайшая победа над эгоизмом. И такое торжество, такая победа могут быть только плодом сильной веры. А щебысти имели веру и прочее, эти слова Господа не означают того, что у апостолов совсем не было веры, а то, что еще далеко они не имели ее в такой степени, в какой должно, и в какой со временем будут иметь и имели. У евангелиста Матфея есть подобное изречение, только там говорится не о смоковнице, а о горе. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. Зерно горчичное – это самое малое из семян, ягодичина смоковница. Если бы вы имели веру зерно горчичное, то есть если апостолы будут иметь и такую малую веру, как мало зерно горчичное, но только веру искреннюю и твердую, чуждую сомнения и колебания, и сказали бы смоковнице сей, находившейся в это время пред их глазами, исторгнись и пересадись в море, и послушает их по Матфею, сказали бы горе, «Приди отсюда, и она придет». Это значит, что апостолы будут делать такие дела, которые кажутся совершенно невозможными, то есть совершат великие чудеса. При объяснении этих слов Христовых о силе веры у Матфея, святитель Златоуст пишет, «Скажешь, где апостолы сдвинули гору? Я скажу, что они сделали гораздо более, воскресив тысячи мертвых». Господь не сказал, «Передвините непременно», но можете передвинуть. А если они не переставляли гор, то потому, что не хотели. Не хотели же потому, что не было нужно. А быть может, это и случалось, но нигде не упоминается, ибо не все описаны чудеса их. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, «Пойди скорее, садись за стол». Эта притча Господа о рабе имеет отношение к предшествующему наставлению его своим ученикам. Там сказано было, что последователи Христовы силою веры в Него могут творить великие чудеса. Это, пожалуй, могло бы послужить для них поводом к самомнению о своих заслугах и к гордости, которые обыкновенно весьма пагубны для христианина. Они лишают силы веру и отнимают цену у добродетели его. Посему Господь и внушает им смирение, то есть сознание своего недостоинства, через каковое усиливается и сама вера. Таким образом, в притче о рабе Господь, хотя не прямо, отвечает на просьбу учеников «Приложи нам веру» Евангелие от Луки, глава 17, стих 5, указывая способ к всему в смирении и в то же время предостерегает их от самомнения и гордости. А это предостережение тем необходимее было для апостолов, что они еще имели неправильное понятие о царстве Мессии, представляя его в виде земного царства. Пашущего или пасущего Взяты две из трудных обязанностей раба, которыми указывается на трудность апостольского служения и вообще християнского звания. Подпоясавшись, образ взят от широкой и длинной одежды, которую носили на востоке, где жил Иисус Христос. Когда нужно было делать что-либо, то, чтобы такая одежда не мешала, обыкновенно перетягивали ее поясом. Не думаю, потому что раб обязан исполнять повеление своего господина. Ничего не стоящее. Эти слова – суть выражения глубокого смирения пред Богом. Истинно необходимо думать нам так о себе, если мы и сделаем что-либо особенное или вообще доброе. Во-первых, потому что все доброе мы обязаны делать, и это не может составлять какой-либо заслуги с нашей стороны пред Богом. И во-вторых, силы и средства к деланию добра мы получаем от Бога. Сами же по себе мы не в состоянии делать то. Такое глубокое сознание пред Богом своего недостоинства весьма сильно содействует нравственному усовершенствованию и при великих дарованиях Божьих предохраняет от самомнения и даже падения. Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Обыкновенно ничто так не производит гордости, как добрая совесть, если мы не будем внимательны. Потому и Христос, зная, что эта страсть приходит к нам после добрых дел, говорит ученикам, когда исполните все повеленное, вам говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Когда будет приступать к вам этот зверь, тогда этими словами говорит, заприте от него двери. Не сказал, когда исполните все, тогда вы ничего не стоите, но сами вы говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Говори, не бойся, не по твоему суду произношу я приговор. Если ты сам назовешь себя непотребным, то я увенчаю тебя, как благопотребного, так и в другом месте Господь говорит. Говори ты, чтоб оправдаться. В судилищах внешних после обвинения и признания в преступлениях назначается смерть, а в судилище божественном после признания венец. Потому и Соломон говорил, не оправдывай себя пред Господом. Соломон mailね. Продолжение следует...